Приветствую вас. Вы знаете, вот по ощущениям у меня от вашего текста, я могу сказать, что вы потеряли и вы не знаете, чего хотите сам. Обычно я называю это отсутствием своей четкой позиции по какому-либо вопросу, отсутствие позиции по данному вопросу, отсутствие позиции в жизни, отсутствие ориентиров каких-то, ну, таких адекватных, таких серьезных, да, отсутствие четкого жизненного плана может быть у вас, у вас. Вот. Вы знаете, честно скажу, честно скажу, Мне ваш вопрос показался знакомым, то есть, вот, мне показалось, что я уже отвечал на такой вопрос, ну, то есть там была такая же история, что у вас человек из детского дома, все закрытый, вот, и всякое такое. Я не уверен в том, что вы аноним, написали вы свой вопрос анонимно, поэтому, может быть, всякое, может быть, у вас ситуация просто похожа. Вот. Значит, что делать, пишите вы, да, вот, первый вопрос. Что делать, это нужно понять, чего хотите вы сами. То есть, изначально, изначально, когда вы расстались с человеком, вы поступили правильно. То есть, вы совершили верный поступок в том, в том плане, что, если человек вас не устраивает, вы с ним отношения прерываетесь. Это был правильный поступок. Вот. Вспомните, вспомните свои чувства, когда вы так поступали. Вспомните свои эмоции, вспомните свои желания, вспомните, чего вы хотели в этот момент. О чем вы думали в этот момент? Что было важно для вас в этот момент? Вот. Вспомните себя. Вот. В момент, когда вы расставались, это были вы. Это был человек, который знал свои личные границы. Это человек, который отделял себя от другого. Это человек, который знал, чего он хочет, или, по крайней мере, знал, чего он не хочет. Понимаете? Вот. Вот, если отвечать на ваш вопрос прямо, что делать, то я бы сказал вот так. Нужно вспомнить себя. Дальше. Если продолжать отвечать на ваш вопрос, то смотри какая получается история. Вы очень редко переходите от уверенного и четкого повествования на неуверенный тон. То есть, вот у вас буквально последние две строчки об этом говорят. Вы пишите из-за неуверенности в себе, думаю, что я запасной вариант. Значит, если вы не уверены в себе, что у вас занятие самооценка автоматически. Если у вас занятие самооценка, значит, вы зависите от мнения других людей в той или иной степени. И если вы зависите от мнения других людей в той или иной степени, то мужчина вам нужен для того, чтобы получить от него что-то, что вам необходимо. Ну, то есть, только с ним, например, вы чувствуете себя лучше. Допустим, только с ним вы чувствуете себя, например, полноценный, например, целиковый, да. Например, достойный, достойный, да. И так далее. То есть, вот здесь нужно увидеть, что от действий мужчины, от действий человека, любого человека, но в данном случае от действий мужчины, зависит то, как вы воспринимаете себя. И этот момент проявился не только сейчас. Этот момент проявился не только вот в это время. Этот момент проявился и раньше, и еще. Этот момент проявился еще, вероятно, до того, как вы стали встречаться с этим мужчиной. О нем мы еще поговорим. Этот момент появился у вас, скорее всего, и с детско-родительской, ну, и с детско-родительских отношений. То есть, вы сперва зависели сильно от мнения родителей, потому что они, вероятно, принижали вас или ставили условия вам, ну, условия, по достижению которых вы могли иметь право на их любовь. Либо вам просто не хватало внимания и любви, и ласки, и похвалы с их стороны. То есть, они были просто отстраненными такими. Вот. Либо, может быть, история складывалась так, что они, напротив, были чересчур с вами близки, и вы привыкли, что люди вас как-то, ну, приводносят, вы привыкли, что люди вам восхищаются. Да, тут такая история, что мужчина относится к вам поскольку, поскольку это подрывает вашу привычную картину мира. Вот. В любом случае, ага, вот, то, что вы отписываетесь, а, что из-за неуверенности в себе, я думаю, что запас свой вариант, это признак неадаптивности. То есть, это признак нарушения личных границ, то есть, как бы, размытия, размытия личных границ между мной и тобой, между одним человеком и другим, между вами и этим молодым человеком. Вот. То есть, вы действительно можете быть, по запасным вариантам, вы действительно можете быть таким путем отхода мужчины, это так. Но, как это к вам относится? Как это на вас влияет? Чего вы хотите? Какие представления о себе у вас изменяются в результате вот этого знака? То есть, вы думаете, что это запасный вариант? Хорошо. Но так и не будьте. Что вы можете сделать для того, чтобы не быть запасным вариантом? Что вы можете для этого сделать? А сделать для этого вы можете только одно. Сказать «нет» человеку на неприемлемое отношение к себе. Вот и что. Но уметь говорить «нет» нужно учиться. Ну и научиться говорить «нет». Это сложно. Особенно, если вы редко, когда говорите это слово. Особенно, если вы вообще его не используете. Это тяжело. Действительно тяжело. Но можно научиться. Можно научиться. Поэтому, вторая часть ответа на вопрос «что делать» звучит именно так. «нет». Отделить себя от другого человека. И увидеть, что именно меняется от его отношения, от его восприятия у вас, какие именно происходят изменения, на что человек влияет. И увидеть корни этого. Если выражаться проще, то у этой эмоции, которую вы испытываете, у этого чувства. Например, например, чувство дискомфорта, чувство напряжения, чувство подавленности, чувство брошенности, покинутости. Вот у этого чувства есть эмоциональный след. А эмоциональный след у этого чувства восходит к первым эпизодам, когда вы его испытали. И первый эпизод этого чувства никак не может быть связан с тем, что делает сейчас молодой человек. Никак. Потому что молодой человек – это всего лишь триггер, который запускает у вас уже готовую реакцию, уже готовый механизм. Ну, готовый механизм действия. Почему запускает и какой механизм, ну, нужно выяснять. Это безусловно. Да? Потому что иначе не узнать, что у вас произошло. Что у вас произошло. Дальше. Значит, как себя вести, спичьте вы. Вот как себя вести, я, наверное, сейчас раскрою через анализ текста всего. То есть я буду читать текст и комментировать. И через этот анализ, я думаю, я раскрою, как вам себя вести. Итак, расстались с парнем по его желанию, спичьте вы. Ну, здесь нужно сказать так, что если мужчина хотел с вами расстаться, значит, на то были причины, причины. Да, на то были причины. И эти причины, они в том числе, в том числе и в том, что вы делаете. Как вы себя ведете. Как вы себя ставите. Как вы к нему относитесь. Что вы делаете. Вот эти причины в том числе и в этом. И если эти причины привели к тому, что мужчина с вами расстался, да, то, соответственно, без устранения этих причин, как вам правильно сказал мой коллега, без устранения этих причин, нельзя рассчитывать на то, что отношения можно восстановить. То есть, ну да, вы какое-то время побыли вместе, вы друг по другу соскучились, вы подзабыли немножечко все эти конфликты, на расстояние вы друг друга идеализировали, да, ну, по крайней мере, он может быть, да, и вы, мне кажется, тоже. Вот. Идеализировали. А вам кажется, что все, все хорошо, все, ну, все это не важно, что было между вами, да, все проблемы, которые были между вами. Вы готовы снова быть вместе. Это не так. Не готовы. Не готовы, потому что его желание никуда не ушло, не ушло. То есть, исключение из этих ситуаций могут быть только тогда, когда человек, например, скажет, что вот знаешь, я пересмотрел свою позицию, да, или, например, вы увидите по его поведению, что он пересмотрел какую-то свою позицию. Вот. Без этого, без этого, без этого, не важно, спустя сколько времени он вам написал, не важно. Без этого продолжение отношений просто не имеет смысла. Проблемы они никуда не делятся. Ну, на время они ушли, на время, на время они перестали быть важными, они перестали быть значимыми, может быть, их заглушили, их подавили другие желания. Но они все равно есть, и они никуда не денутся. Поэтому то, что он вам написал, никакого значения не имеет. Спустя месяц, если вы, он написал, и что? Он написал, и что? Что дальше? Какие были чувства? Зачем он написал? Зачем вы ответили ему? Что он написал? Что вы ответили ему? Для чего вы ему ответили? Какое значение вы вкладывали именно в свой ответ? Я не спрашиваю про его ответство и про его значение, потому что это знает только он. Через общий год знакомых узнал, что это я, оказывается, первое написал ему, скучаю по нему и до сих пор испытываю какие-то чувства. И как вы к этому отнеслись, к такому вот принижению вас и лицемерию в некоторой степени со стороны молодого человека? Боится правды? Ну да, возможно, человек боится правды, потому что расстаться с вами, значит, проиграть, значит, оказаться неспособным, значит, ну, удержать девочку рядом. Рядом. Сначала просто общались, переписывались. Зачем? Зачем вы общались и переписывались? Он писал, что скучал по мне, и я ему не чужой человек, он переживает, как у меня дела. Знаете, вот здесь у меня откладывается такое впечатление, да, что вы вообще забыли о том, что вы написали во второй строчке. Какая разница, что он скучал, что вы ему не чужой человек, что он переживает, если он уже, по сути дела, выставляет вас в негативном ключе. Потом, встретившись случайно в кафе, поняли, что нам надо встретиться и поговорить. Хорошо. Хорошо. Это вот вполне нормально. То есть я верю в то, что действительно вы встретились в кафе, действительно вы поняли, что вам нужно встретиться и поговорить. Действительно. В это верю. Это хорошо. Встретились, очень тепло пообщались. О чем? Знаете, вот вы говорите, да, с тепло пообщались. Это здорово. Это здорово, что вы с тепло пообщались. Но о чем вы общались? Знаете, если вы общались не о чем, но просто не о чем, то ваш общение бессмысленно абсолютно, потому что проблемы-то не решены. Каждый дал друг другу понять, что хочет восстановить отношения. Хорошо, хорошо. Предположим, что каждый дал друг другу понять, что хочет восстановить отношения. Как он дал вам это понять? Из чего вы сделали вывод, что он хочет восстановить с вами отношения? Это первое. Как вы дали ему понять, что хотите восстановить отношения? И зачем? Если вы уже расстались. Если у вас уже были какие-то проблемы. Вы готовы себе что-то менять? Вы готовы себе без ущерба для себя что-то корректировать, чтобы у мужчины не было желания с вами восставаться? Вот так. Иначе все это не имеет смысла, что вы пишете. Общались очень открыто. Парень вообще воспитанный где-то дома, очень закрытый, со своими проблемами и страхами серьезных отношений, из-за чего собственно и расстались. Но согласитесь, здесь есть какая-то путаница и противоречия. Вы говорите, что вы расстались с парнем по его желанию. То есть это было его желание. Теперь вы говорите, что вы расстались из-за того, что он закрытый со своими проблемами и страхами серьезных отношений. То есть это уже получается, что не по его желанию, а по вашему? Или по обоюдному? Или как? Непонятно. Далее. Отношения предполагают безусловное принятие другого человека таким, как он и есть. Вы своего мужчину не принимаете, если говорите, что он закрытый, что у него свои проблемы. И сразу вы его не принимаете, а мужчина не готов ничего делать со своими проблемами, поскольку он не у психолога, поскольку он не работает, видимо, с психологом. Соответственно, вот и все. То есть абсолютно непонятно, что каждый из вас делает для того, чтобы проблем, которых было много в отношениях, не было. Вот вы пишите. А тут он впервые открылся, говорил, что хочет отношений, даже одеться, задумался. Ну хорошо. Смотрите, какая история. Он открылся, да, и задумался одеться. Это да. Но это, скорее всего, только единичный случай. Потому что для того, чтобы человек открывался постоянно, нужен ресурс. Сейчас ресурс был в том, что вы долго не виделись, в том, что, ну, возможно, в том, что он скучал по вам. Но он скучал по вам, потому что у него была такая потребность. И все. Но это не будет происходить постоянно, да? Потому что его проблемы не решены. Кроме того, вы принимаете его открытым, судя по всему. А вот закрытым вы его не принимаете. Ну, он вам не нравится закрытым. Но ведь изначально, когда вы встретились, наверное, он был именно таким, раз вы говорите, что он впервые открылся. Значит, вы с ним в отношения как-то вступили, несмотря на то, что он вам не открывался. А это значит, что вы уже хотите человека поменять. А это значит, что у вас нездоровые отношения. Потому что человек либо принимает нужно таким, как он есть, либо вообще в отношениях не быть. Иначе ни о каком равенстве, ни о каком партнерстве, ни о каких здоровых взаимодействиях речи быть не может в принципе. Спустя еще две недели общения, предложил начать все с чистого листа. Это не работает так. Это не работает так. Можно начать отношения с чистого листа. Можно. Только если все проблемы, которые у вас были, будут совместно обсуждены и скорректированы. То есть будут выработаны какие-то решения по ним, договоренности, правила и так далее. Компромисс. У вас ничего этого не есть. Мы все время, во время общения, вы пишите, вы, а, мы все время общения плясовали по перепискам. Ну, это вы и зря. Потому что, во-первых, так стеряется серьезность. Во-вторых, за флиртом скрывается нормальный взрослый разговор. То есть у людей скрывается впечатление, что вроде бы все хорошо. Хотя, опять же, проблемы никуда не делись. То есть можно было взлетовать. Ну, взлетовать, например, можно было, когда вы, например, встречались. Или когда вы решили свои все проблемы. Вот тогда можно взлетовать. А с учетом того, что происходит у вас, ну, мне кажется, взлет неуместен. По крайней мере, с вашей стороны. Вот. Очень легко было общаться. Но, опять же, понимаете, легкость общения, это означает, что у людей совпадают желания. Это здорово. Но в случае с вашим мужчиной и в случае с вашей историей, это не все так просто. Потому что, вот вы, у вас даже в письме есть противоречия, что вроде бы вы расстались с парнем по его желанию, и в то же время вы расстались, когда того, что он закрытый. И тут уже непонятно, кто с кем расстался и чья была инициатива в обществе. Понимаете? Понимаете? И тут вы говорите, что флиптуете, и очень легко было общаться. Не спорю, было легко общаться. И флиптовать можно. Потому что, вероятно, мужчина вас хочет. И это желание одно из стимулов, по которым он решил с вами сблизиться. Я ему сказал, что наступать дважды на одни и те же грабли не хочу. Человек, он переменчивый, мне нужна стабильность. Допустим. Ага. Допустим, вам нужна стабильность. Как вы сами ее добиваетесь? Что вы сами делаете для того, чтобы у вас была стабильность? Ну, это я уже молчу про то, что вы вкладываете стабильность. Как вы ее воспринимаете, эта стабильность. Что она для вас значит, эта стабильность. Эти вещи я пока не трогаю, хотя это точно тоже важно. Что вы делаете для того, чтобы у вас что-то стабильность была? Вот конкретно вы. Потому что то, что вам нужна стабильность, мне означает, что другой человек должен вам ее давать. Если вам нужна стабильность, сделайте свою жизнь стабильной. Сделайте так, чтобы она не зависит от кого-либо другого. Это и есть стабильность. Сделайте так, чтобы вы не зависли от кого-либо другого. Эмоционально. Это и есть стабильность. Понимаете? Вот. А получается так, что мужчина должен обеспечить вам стабильность. И получается, что вы перевешиваете на него ответственность. А это не их хорошо. И опять же, как-то это не укладывается в то, что вы пишите, что он переменчивый человек, а вам нужна стабильность. Если вы знаете, что он переменчивый человек, как вы можете достребовать от него стабильность. Ну, вот элементарно. При этом я сказал ему, что чувства у меня к нему есть. И посмотрим, что будет через месяц. Для такого мужчины, как этот... Ага. Для такого мужчины, как ваш. Подобные заявления звучит, как манипуляция. Мол, я с тобой не буду. Мол, у тебя нет никаких шансов меня завоевать. Но, отказывать тебе я не хочу. Поэтому, как бы просто, давай просто вот завоевывай меня. И те, кто такие вот закрытые со своими проблемами, которые боятся стреланных отношений, такую позицию воспринимают очень штыки. И я полагаю, что вы сделали это не случайно. Вы не могли не знать, что мужчине не понравится то, что вы ему сказали. Вы не могли не знать, что мужчина негативно воспримет то, что вы ему сказали. Вы не могли не знать, что то, что вы сказали, не является проявлением чувств. Потому что, например, за месяц переменчивать мужчины никуда не денется, он может, ну, играть стабильно в месяц, а потом опять зарестаться и играть, если изменений никаких реально не произошло. Да? И вы не могли не знать, что подобное высказывание далеко от эмоций. То есть, если есть чувство, то вот это все время, вот это все периоды, испытательные сроки, это все условно. А это значит, что вы сами боитесь близких-близких отношений. Либо вы не хотите сближаться с этим мужчиной, ну, просто вот не хотите с ним сближаться, но у вас нет других вариантов, а в мужчине вы нуждаетесь. Либо вы вообще отношений близких боитесь в принципе, ну, у вас есть страх тоже перед серьезными отношениями. Либо вы в отношениях занимаете деструктивную позицию, ну, например, ребенка, например, родителей, например, преследователя, жертвы, там, или тирана, вот этот вот, из треугольника Кармана. В результате чего отношения у вас не складываются. Потому что то, что вы написали, это манипуляция. Я верю, что вы не осознаетесь, что это манипуляция. Я верю, что вы не считаете это манипуляцией, но это манипуляция. И тем больнее она для человека, которого вы описываете. И вы вряд ли этого не могли не знать. Дальше. После этого он стал странно общаться. Ну, еще бы. Вы показали ему, что у вас, ему только холодный расчет. Переписки с какой-то шутками, детский царь, можно сказать. Ну, это защитная реакция. Это защитная реакция против обиды, против негатива, возможно, на вас. Против своего разочарования. Это все защитная реакция. Я пытаюсь подыгрывать ему. Зачем? С какой целью? Вы продолжаете эту игру. Для чего? Продолжая эту игру, вы убеждаете его в том, что он прав. Что вы им манипулируете, и что у вас к нему только расчет. С каждым днем эти припитки сводятся к какому-то бреду. Но это вы уже обесцениваете. Обесцениваете общение с ними, обесцениваете, возможно, его. Смотрите, как только общение выходит за рамки того, чего хотите вы, у вас тут же идет оценочное осуществление и непринятие. Потому и отношения не получается построить. Все, люди не ведут себя так, как хотите вы. Люди ведут себя так, как хотят они. И ваше право принимать это или нет. Может, я все в личном принимаю, не стоит обижаться. Принимаетесь серьезно что? Я не понял. Не стоит обижаться на что? На шутки? А на мобильна? Вас задевает? Если да, то в чем именно? Что именно? Задевает. Если задевает, вы ему об этом сказали? Если нет, то почему? Если да, какая его реакция? Ну, однозначно можно сказать, что вы не честны с собой и не честны с ним. И опять все повторяется. Не нужно делать для человека того, чего вы делать не хотите. Что вам неприятно. Что вам доставляет дискомфорт. Постоянно обидно подкалывает меня. Ну, я полагаю, что с его стороны это реакция на вашу фразу. Ага, значит, с вашей стороны нужно распираться. Почему вам обидно? То есть нужно понять и принять, что обида – это ваши чувства. Это ваши чувства, основанные на вашей реакции вследствие ваших желаний. То есть обиду нужно отделить от человека. Человек обижает вас – это его право, а вы обижаетесь – это ваша ответственность. И с ней, с ответственностью, нужно разбираться что-то обстоятельно. Видит, что скучает, но встретиться не предлагает. Вы считаете, что он должен предлагать? Почему? Особенно после того, что вы ему сказали. Ну, сами предложите встретиться. Почему вы ждете от него каких-то действий? Понимаете, вы поставили его в уязвимую позицию, когда сказали «посмотрим, что будет через месяц». Вы поставили его в уязвимую позицию этим. И он в этой уязвимой позиции ведет себя так, как может, чтобы сохранить лицо. Своё лицо, лицо и своё достоинство. Так, значит, спичицы хотят проводить времени со мной больше и снова ничего не делать. А что делаете вы? Может, стоит прекратить такое общение? Может и стоит, но зачем вы его нафиг вопрос? Полтора месяца общаемся и ничего никуда не двигается. Ну, потому что вы сами, по сути, поставили блок. Вы, так сказать, сказали, что «посмотрим, что будет через месяц». Ну, вот и скажите ему. Месяц прошел, скажите ему, что вы посмотрели, что вы решили. Возможно, именно этого он и ждет. Об этом истинно не хочет вкладываться, не зная, что будет дальше. Это, в общем-то, его право. И потому, и потому ответ на ваш вопрос по поводу того, как себя вести, будет такой. Более честно, более искренне. Как чувствуете, так ему и говорить. Это лучшее, что вы можете сделать. А пока вы играете, выиграем, выиграем. Вы не говорите друг другу все, как есть. Вы не искренне. Я думаю, так. Я боюсь, боюсь, сама так и не решусь закончить общение, и все будет, как уже было. Он снова уйдет. Хорошо. Он уйдет, и что? Если вы боитесь, значит, для вас в чем-то есть опасность. Для вас в чем-то есть угроза. Вот в чем угроза. Понимаете? Ну, не должно быть чего-то угрожающего вам в отношениях с другим человеком. Особенно, если вы стремитесь к стабильности. Не должно. Вы спрашиваете, что делать? Что делать, чтобы что? Что делать, чтобы что? Если конкретно, что при отсутствии, значит, обсуждаемых проблем, при отсутствии выводов из этих проблем, вам нужно расставаться сразу. Сразу. Потому что нет смысла. Даже если вы сойдетесь, все равно, во-первых, прежние проблемы дадут от себя. Во-вторых, обиды, значит, ну, обиды, уже на эту ситуацию будут, что он вам, он вам открылся, он для вас что-то делал, а вы не отценили, там, какие-то испытательные сроки назначили и так далее. Вот. Понимаете? Поэтому можно попробовать, если вы мужчине дорожите, можно попробовать поговорить на чистоту, сказать, что вы хотите, выяснить, что хочет он. Может быть, встретиться еще раз. Вот. Оценить проблемы, которые между вами были. Постараться прийти к решению этих проблем. Ну, выработать компромисс. И после этого быть в отношениях и смотреть, как этот компромисс будет соблюдаться. Если не будет, то просто молча уходить и все. Но вы заинтересованы в этих отношениях через чур. И вот через мерность, через мерность заинтересованности нужно убирать. Вот то, что вы боитесь, чего и почему вы боитесь, непонятно. Неуверенность в себе, откуда ваша неуверенность в себе взялась, из-за чего она, по какой причине появилась. И так далее. Вот. Это нужно разбираться. И вот тогда вы сможете быть более свободным. Когда свои собственные страхи вы реализуете. Когда свои собственные страхи вы как бы ну вытащите на свет наружу, когда вы разберетесь в себе. нельзя быть в отношении с кем-либо, не разобравшись с собой. А вы это делаете, и из-за этого у вас проблемы. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!